А теперь второе соображение, теоретически, пожалуй, даже более важное. Вообще-то, необязательно здесь писать. Ну, мы, конечно, для ускорения работы, это было принципиально, для ускорения, когда вы читали, выбирали геномики, и уменьшало количество цифр, да, без этого ничего не получилось. Но, если нас интересует именно теоретическая концентра, то можно вместо деления заставки пользоваться для целых чисел вот такой идеей. Если у нас есть числа, и при этом а больше или равно б, то наибольший общий делитель этих чисел таков, как наибольший общий делитель чисел а-б. Можно в вычитании b делать ку-раз. От этого, конечно, скорость работы алгоритма резко понизится, но алгоритм когда-нибудь доработает, когда-нибудь закончится свою деятельность. Мы приходим к совершенно замечательной картинке. Ее по-настоящему оценили в самом конце XX века. Называется дерево Калкина Вилфа Штерна Брако. На самом деле его лучше назвать деревом Ефрида. Потому что ничего, кроме такой замечательной идеи, для того, чтобы построить это дерево не нужно. Другое дело, что у него есть красивые свойства, которые не так комбинаторные и замечательные свойства. Но давайте я просто объясню. Смотрите. В принципе, когда вы считаете и получаете какой-то наибольший общий делитель, то все участвующие в процессе числа на этот самый наибольший общий делитель делятся. И можно взять и все поделители. И тогда получится, что процесс вычисления наибольшего общего делителя дает нам единицу. Мы взяли два правильного числа, считали, считали, считали и получили единицу. А если там была не единица, то надо просто взять все это вычисление на то, что мы хотим получить, умножить. Значит, можно считать, что закончится все на пару один-один. Для того, чтобы возникла красивая картинка, эту пару лучше рисовать в виде тропы. Вот такая вот дробь. Одна, первая. И теперь из чего она могла получиться? Ну, либо из одной второй, либо из двух первых. То есть, если у нас есть а разделить на б, то вот сюда будем писать а разделить на а плюс б, а сюда будем писать а плюс б разделить на б. Отлично. Теперь идем мы сюда, где будет одна треть, здесь будет дробь три вторых. Идем сюда, здесь у нас будут две третьих, а здесь три первых. Мы каждый раз берем какое-нибудь число и из него получаем два числа. То есть очень важно. Числитель из номинаций – это сейчас натуральные числа, то есть положительные, и взаимно простые. То есть, если мы хотим представить, как это будет для чисел с каким-то там уфем делителем, надо будет все-все-все-все-все чиселительные значения умножить на него. Но это не так интересно, поэтому мы рассматриваем именно взаимно простые. Давайте еще это наташка пришла. Давайте поймем, что любое рациональное положительное число с взаимопростыми очевидными значениями ровно в одном месте в этой таблице встретится. Ну, вообще-то это очевидно. Вообще-то это совсем очевидно. Почему? Когда нам дают какое-нибудь число? Ну, например, 2020-69. Давайте думать. Когда вы идете направо, то числитель больше знаменателя, а налево – то числитель меньше знаменателя. Значит, эта дробь получилась вот таким образом, правильно? Вот здесь вот числитель большой. Из какой дроби она получилась? Понятно, из какой. Было сколько-то, 69. Сколько? Надо из числа 2020 вычесть 69. Получится 1951. Если угодно, дальше идем, 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 это будет деление на 69. Потом пойдем так, потом пойдем так и так далее. У нас сумма числительных знаменателей все время уменьшается. Значит, единственным образом мы дойдем до числа 1-1. Хорошо. Значит, каждая нескратимая положительная дробь возникнет, причем ровно в одном месте. Давайте подумаем, вот о какой забавной черте этой последовательности. Здесь вот два и здесь два. Здесь три и здесь три. Если выписывать дроби, давайте их выпишем просто через запятую. Идем по вот этому дереву по каждому этажу слева направо. Одна первая, одна вторая – две первых. Одна первая – это один этаж. Одна вторая – две первых. Следующий этаж – это четыре числа. Потом будет восемь числа, потом шестнадцать и так далее, и так далее, и так далее. Очень важное свойство. Числитель любой тропы равен знаменателю предыдущей. Здесь тройка, здесь тройка, здесь двойка, здесь двойка. Это очень легко понять. Если у нас есть какое-нибудь место, например, вот это. Здесь тройка и здесь тройка. То, смотрите, при движении влево-вверх знаменатель все время сохраняется. При движении вправо-вверх, наоборот, сохраняется числитель. Но когда мы возьмем две соседние тропы, и от одной – идти, 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 и от другой – идти, 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 в одном случае вверх налево, в другом случае вверх направо, в какой-то момент мы придем к тому, что они должны будут состыковаться в одной тропе. А в этот момент как раз знаменатель равен числитель. Ну, просто если вы напишите еще один или два ряда и посмотрите, это становится совсем очевидно. Значит, на самом деле нас интересует даже не последовательность дробей такая, а вот такая последовательность. 1, 1, потом идет 2, 1, 3, 2, 3, 1, 4, 3, 5, 2, 5, 3, 4, 5, 3, 4, 5, 3, 4, и так далее, и так далее. Оказывается, это очень интересная для комбинатурики последовательность. Давайте забудем про это дерево и рассмотрим такую задачу. Сколько способами данное натуральное число можно представить в виде суммы степени двойки? Ну, вот обычная двоичная система, это когда степени двойки не могут повторяться. А сейчас давайте изменим задачу. Когда никакая степень двойки не может участвовать больше двух раз. Сколько способами данное натуральное число можно представить в двоичной системе счисления, где разрешены цифры не 0,1, как обычно, а цифры 0,1,2? Ну, давайте посмотрим. Скажем, если у нас есть число 1, то это 1, только вы не запишите. А вот 2 – это или 1 плюс 1, или 2. Идем сюда. И вы понимаете, что это и есть на самой дуке. Вот число 2 представимо двумя способами. А число 1 представимо одним способом. А число 0 представимо тоже одним способом, просто никаких слов. Хорошо, проверяем. Теперь число 3. Ну, вообще-то понятно. 3 – это 1 плюс 2, по-другому не скажешь. Потому что двойку уже нельзя предстоять какая-нибудь 1, иначе будет слишком много единиц. Ну, вот и все. Вот эта последовательность и есть та самая последовательность. Конечно, я не буду сейчас проверять это слишком далеко для конкретных чисел. Но, наверное, имеет смысл проверить это для, скажем, семерки. Смотрите, 7 – это 1 плюс 2 плюс 4. Да, в другом не сделаешь. И для восьмерки. Здесь почему-то для восьмерки много способов. Давайте посмотрим. 8 – что такое? 8 плюс 7. Во-вторых – это 4 плюс 4. В-третьих – это 4, 2, 2. И в-четвертых – это 4, 2, 1, 1. Отлично. Получилось 4 способа. Я должен сейчас, во-первых, научиться быстро вычислять члены этой последовательности. А во-вторых – понять, как же это связано с деревом, которое в моей беседе. Про последовательность очень просто. Если количество способов обозначено буквой «h», то есть очень простые две формулы. Посмотрите. Если у нас есть нечетное число, и оно представлено в виде суммы степени двойки, то там обязательно есть слагаемая единица. Потому что если бы были только двойки, четверки, восьмерки и так далее, то число было бы четным, а у нас не так. Единицы есть. Но сколько единиц? Если есть одна единица, то фактически нужно число 2n представить уже по степеням 2,4. А это то же самое, что представить n по степеням 1,24. Значит, столько способов у нас есть. Может ли быть единиц больше? Может ли быть ровно 2 единицы? 1 плюс 1? Конечно, не может. Потому что тогда число будет четное. А 1 плюс 1 плюс 1? Или больше? Не может, потому что запрещено брать больше, чем 2 раза слагаемые. Значит, вот эта форма. Для нечетного числа надо просто вычислить единицу и разделить на 2. Для четного – хуже. Смотрите. Когда у нас есть четное число, то единиц либо вообще нет, либо 2 штуки. Давайте посмотрим сначала, когда единиц 2 штуки. 1 плюс 1. Тогда здесь остается число 2n-2, но уже спрещены единицы. Значит, все начинается с двойки или с четверки. Можно все поделить на 2. И получится, что нужно число n-1 уже разлагать по единицам двойкам и так далее. Значит, здесь будет h от n-1. Это в таких ситуациях. Ну, а если единиц нет? Тогда у нас просто есть число 2n, расписанное по стигням 2,4,8. Сокращаем на 2 – это то же самое, что n расписывает по единицам. В общем, господа, такие вот соображения довольно трудно объяснять. Лучше самому посмотреть. Взять предконкретные числа, посмотреть, как это разлагается. В общем, есть такая форма для четвертого числа. Когда единица присутствует в количестве двух штуков и когда единица бит. теперь возвращаемся к нашему делику и его расписываем через вот эту вот функцию h. Так, что такое 1-2? Это h от единицы, деленное на h от двойки. Что такое две первых? Ну, это h от двух разделить на h от трех. Что такое 1-1? Это h от нуля разделить на h от единицы. Замечательно! Переходим на следующий уровень. Все просто. h от трех делим на h от четырех. Здесь h от четырех на h от пяти. h от пяти делим на h от шести. И здесь h от шести делим на h от синий. Ну и так далее. И так далее. И так далее. Здесь у нас будет в знаменателе h от пятнадцати. В числителе h от четырнадцати. Перед этим будет h от тринадцати делить на h от четырнадцати. И так далее. И так далее. Ну, давайте я напишу, наверное, вот это место еще. Давайте посмотрим, что здесь будет. Что здесь будет. Что здесь будет. Значит, здесь. Поехали. 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 Вот давайте посмотрим на это место. было h от пяти делить на h от шести. Стало. С одной стороны h от одиннадцати делить на h от двенадцати. Поехали. С другой стороны h от двенадцати делить на h от тринадцати. Пожалуйста, посмотрите и убедитесь, что здесь везде так. Посмотрите, здесь были числа 1, 2. Стали 3, 4 и 4, 5. Что фактически произошло? Эту двойку умножить на 2. Ну, я дальше единицу вычу, а здесь единицу прибавлю. Давайте это напишем в общем виде. Вот у нас в каком-то месте была дробь. Пусть мы уже проверили, что там все замечательно. В каком-то месте была дробь. h от двенадцати делить на h. Что будет происходить на следующем этаже? Очень просто. Здесь в знаменателе будет h от двух n. А здесь в числителе будет h от двух n. Соответственно, здесь в знаменателе будет h от числа 2n плюс 1. А здесь в числителе будет дробь h от 2n минус 1. Мы с вами должны проверить, что вот такое правило согласуется с правилом, которое уже написано в другом месте на доске. Помните, для дробей? a, b переходит в две дроби a плюс b и a плюс b в этих. Проверяем. Проверяем. Собственно, надо пользоваться этой формулой. Единственное, кроме 2n плюс 1 нужно еще понять 2n минус 1. Ну это просто. Надо написать эту формулу для n минус 1. h от 2n минус 1 это h от n минус 1. Хорошо. Итак, здесь на самом деле стоит h от r минус 1. Отлично. h от 2n это сумма. h от r минус 1 плюс h от 1. Замечательно. Вот это а в это, а здесь а в это. А это сумма вот этих двух чисел. Отлично. Теперь здесь та же самая сумма, а в знаменателе h от n в числителе, а в знаменателе h от n в числителе. Получается, что вот это комбинаторное правило идеально согласуется с правилом образования дерева. И мы все доказали. Первый грибы уже получили. Отлично. С Cong則ами грибы. Продолжение следует. Продолжение следует...